Всем привет! Сегодня мы с вами устраиваем очередные выбирашки. Будем брать средства на конец ноября, на декабрь. Давайте начнем с самой верхней полочки. На зиму, на три месяца я беру сразу три геля для душа. Вот они у меня с краю. Так что в этот раз возьму? Палмалиф вот такой симпатичненький. Потом еще вот один. Палмалиф. Все из фикс прайса. Так, и третий гель у меня от Эйвен. Такой вот симпатичный. Вот так. А вот на этой полочке, на этой полочке, я возьму вот этот гель для душа. Это гель от Ифраше. Его я беру для того, чтобы мыть с его помощью руки. Как и обычно, гели, которые я использую в этом качестве, я вам не показываю в выбирашках, потому что они у меня все рандомно. А беру я их по списку, где какой, непонятно. В общем, зависим мы здесь надолго, если я буду подобно снимать. Более того, я где-то пару-тройку раз в год всего лишь сюда залезаю, беру сразу много и откладываю эти гели в другую сторону, в другое место. Но в этот раз делаю исключение и беру вот этот вот гель. Я его уже подвинула поближе. Да, это лимитка. Не помню, какой зимы. Позапрошлый, кажется. Как и у многих девочек, этот гель испортился. Испортился по внешнему виду, что с ароматом я не знаю. Ну вот, как раз с вами чуть позже и выясним. Большая упаковка, 400 мл. Почему эти гели не хранятся у Ефраше, непонятно. То ли слишком много там натуральных компонентов, то ли технологии нарушены, кто его разберет. Так, вот мы переместились на эту полочку. Здесь тоже нужно взять несколько средств. Давайте в самую глубину залезем и возьмем пенку для умывания. С помощью которой я буду, да, очищать кожу после удаления макияжа. Пенок у меня много. Но возьму я вот эту пенку. Из фикс прайса, опять же, она с кислотами. Как раз на зиму то, что нужно. Еще я хочу взять новое средство для утреннего умывания. То, которое у меня сейчас мне не нравится. Поэтому я беру новенькое. Вот такое вот интересное. Оно, кажется, тоже с какими-то кислотами. Может, без кислот. В общем, возьмем, протестируем. Очень интересно. Так, и что еще мне здесь нужно? Тоник. Тоник для утреннего применения. Я беру тоник с неоцинамидом от Avon. Давно ждал он своего часа. Мог бы еще подождать. Но на теплое время года тоник с неоцинамидом я использовать не хочу. А зима – это как раз то, что нужно для этого тоника. Так, идем дальше. Опускаемся полочкой ниже. Что мне нужно выбрать здесь? Давайте, раз уж заговорили о тониках, заглянем вглубь и возьмем еще один тоник для вечернего применения. Это будет тоник с кислотами от компании Эвелин. Вот такой симпатичный, с гликолевой кислотой. Так, а еще что мне нужно? Кремы для лица. Да. Вот. Мои кремы. Смотрите, как их много. Уже подготовлено. Восемь. Да, восемь упаковок на день и на вечер. Мне нужны кремы. Честно, я даже не знаю, что брать. Что брать. Здесь легкая текстура, поэтому оставлю на весну. Это кремы от Фаберлик. Они плотненькие. Можно было бы взять, но, наверное, на более холодное время года придержу. На более холодное. Ну, наверное, на январь. Примерно так. Так, давайте вот этот крем возьмем для утреннего применения. Я давно хотела его попробовать. Это крем от профессора Скингуту с циклей. Так, это на день, а на вечер. Вот так. Или крем от Ифраше. Или крем корейский в рейсдей. Вот один из них можно взять. Знаете, какой из них поплотнее, я бы оставила его на более холодное время года. Вот этот вообще для тела еще подходит. Слушайте, давайте я вот этот возьму крем. Я хочу взять корейский. Надеюсь, не гель, а все-таки крем в этот раз. А еще мне нужны маски. Да, маски для лица глиняные. У меня наконец-то закончились. И нужно снова выбирать. Ну, что тут выбирать? Я хочу взять вот эту маску для проблемной кожи от Планеты Органики. Ее уже пора выводить. И еще от Эйва. Наконец-то, наконец-то доберусь я вот до этой маски. Смотрите, она четырехминутная. Розовая глиняная. Вот ее я и возьму. Так, ну и все. Да, с этой полочкой мы закончили сыворотки. Средства для шеи мне пока что не нужны, как и средства для глаз. Фу, так, опускаемся полочкой ниже. Немножечко тут мы с вами подзависнем. Нужно мне взять два спрея от Эйвен. Я говорила, что я вывожу линейку Нейчерал из моих запасов. И вот смотрите, как раз на холода такие новогодние ароматы у меня здесь подготовлены. Праздничные пожелания, цитрусовый аромат и сахарная слива. Вот так. Даже особо мучиться не пришлось. Так, еще мне нужен антиперспирант. Так, сейчас придется включить вспышку. Да, вот так вот. Антиперспирант я хочу взять от Горнье. Вот этот вот синенький. У меня сейчас в ходу исключительно антиперспиранты от Горнье. Да, поэтому беру снова Горнье. Как-то я не очень довольна этими антиперспирантами. Хотя этот, может быть, будет приятным исключением. Так, где там мой список? Что еще там мне нужно? А, скрабы. Скрабы мне нужны. Так, хочу я взять на холодное время года скраб от Avon. Вот этот вот, Far Away. Это The Journey Collection. На Вэлберис покупала. Вот такой вот скраб с текстурой кинетического песка, как писали в интернете. По аромату он как раз на холодное время года. А вот какой он по воздействию, узнаем с вами чуть позже. А еще мне нужен скраб максимально жесткий. Да. Для живота, для бедер. Эти я пока что не рассматриваю. Я уже знаю, какой я возьму. Я возьму вот этот вот скраб. Ореховый шоколад. Персик у меня закончился. Будем брать шоколадный. Так, как бы мне все это не грохнуть. Так, это сюда. А это сюда. Действительно жесткий, классный. Деручий, я бы даже сказала. Но холодное время года. Очень даже неплохой. Так, ставим все это добро обратно. И да, в шкафу мы взяли с вами все, что мне было нужно на нижнюю полочку, где хранятся средства для волос. Сегодня мы не полезем. Будем перемещаться в другое хранилище. Так, мы сейчас с вами находимся за зеркалом. И отсюда мне нужно достать два скраба для ног. Один пожестче, второй полегче. И оба от Эйва. Я буду брать скраб вот такой вот зимний корица и апельсин. Так, одну упаковочку пожестче. Я возьму скраб вот такой. Это даже не скраб, это средство с пензой, пудрой, отшелушивающий крем. Хотя это не крем. Так, или не его я беру. Так, что еще у меня тут есть? А, нет, универсальный крем. Он полегче. Пусть пока постоит. Я возьму именно вот это средство. Да. Еще нужно взять кремы для рук. Один крем на вечер. Он у меня даже не здесь хранится, а вот тут вот так. Подруга дарила, привозила из Абхазии. Пришла пора брать этот крем. Я так полагаю, он плотненький и маслянистый как раз на холодное время года. А на день мне нужен крем от Кафе Мини. Вот и знать бы еще, где он. Тут у меня закуплен. Так, здесь большие, а он вроде как не очень большой. Кажется, вот там. Вот он. Такой розовенький, позитивненький. Как-нибудь просто это. Просто так в руки он мне не дается. Вот этот последний крем от Кафе Мини, если ничего. Не перепутала, конечно же. Так, ладно, с этим разобрались. Что мне нужно взять здесь? А что мне нужно взять здесь? Так. А, сухой шампунь. Да, всего лишь, навсего один сухой шампунь от Батист, который спрятался вот за этими симпатичными баночками. Вот этот вот фреш. Надеюсь, этот фреш, который я, по-моему, тоже покупала в спайке на Вайлдберис, окажется лучшего качества, чем вот такой же, которым я пользуюсь сейчас. В общем, который плюется, хотя, я не знаю, может быть он, да, он уйдет, он уйдет у меня в ноябре. В общем, плюется, такая фигня, дальше ехать некуда. Ладно, надеюсь, этот получше. Если этот тоже будет плеваться, значит, на Вайлдберис не стоит покупать подобные средства. Вот так. Ладно, все, пять баночек достали из этого шкафа, идем дальше. Из коробки с кремами для тела нужно достать крем для тела, а именно для рук от плеча до запястья. У меня сейчас один такой крем, даже не крем, а лосьон от Avon из линейки Senses Essence, как-то так. И ему в пару я возьму лосьон, опять же, от Avon, но с другим ароматом, с другой отдушкой. Где-то он тут у меня закопан. Вот эта отдушка в спрее была поприличнее. И манграс, и кокос. Надеюсь, в креме она тоже, в лосьоне, она тоже неплохая. Ну, того, что есть, мне на данный момент хватит. Так что больше в этой коробке мне ничего не нужно. Ну, последнее, что мы будем сегодня выбирать, это кремы для ног. Мне нужен хороший питательный крем. Желательно в двойном экземпляре. Так, что у меня здесь питательного? Вроде как вот этот крем, да, питательный. Но белорусский я не очень доверяю белорусским кремам. Уж меня, пожалуйста, простите, мои зрительницы из этой прекрасной страны, но мой опыт говорит о том, что белорусская косметика обещает зачастую больше, чем, к сожалению, делает. Так, еще один белорусский крем. Крем тоже вроде как питательный у меня. Вот такой его я тоже рассматривать не хочу. Этот с мочевиной. Так, тут у меня Сио в спа, тут Иван. Так, это для мужа. Что еще питательное у меня? Эко латье? Нет, он смягчающий. Хоть и с кокосом, но он смягчающий, непитательный. Так, ну и что у меня получается только белорусская косметика питательная, да? Ну, хорошо, давайте выберем один из вот этих вот кремов. Точнее, ну, я возьму две упаковки, но выбирать будем сейчас. Каждая упаковка в одном экземпляре. Чего огород такой родить? Смотрите, здесь питательный для сухой кожи. Здесь питательный смягчает, увлажняет, восстанавливает. Это бальзам. Это просто крем. Интенсивный уход. Если честно, я хочу вот этот вот взять в уход, потому что я надеюсь, он приятно пахнет кокосиком. И хочется мне чего-то кокосового. А здесь облепиха. Облепиху я не очень люблю. Ну, здесь бальзам, может, он более плотненький какой-то. Ладно, возьму кокосовый. Если что, в следующий раз возьму, значит, облепиховый. Так вот, берем две упаковочки. Слушайте, я обескуражена. У меня нет питательных кремов. Значит, нужно их искать, чтобы на упаковке вот прям русскими буквами было написано «питательный». Надеюсь, найду и при этом не разорюсь. Так, ну, в общем-то, все. Мы все достали, что я хотела, что было занесено в мой список. И можно рассматривать все эти баночки, тестировать, наслушать ароматы и всячески развлекаться. Ну что, средств я выбрала достаточно много. И, наверное, особенно затягивать это видео не стоит. Хотя тестирование, оно быстрым не бывает. Ладно, с чего начнем? Как обычно, с волос здесь всего лишь одна позиция. Это сухой шампунь «Батист». Версия «Фрэш» покупала. По-моему, в спайке на «Вэлдбери» сразу две упаковки. Ой, надеюсь, не паленый этот «Батист», а нормальный. И не будет плеваться. Так, ой, тут запаяно все. Закрыто. Липучку я не сняла заранее. Не подрезала. Ну ладно, ничего страшного. Аромат хочу протестировать. Конечно, у меня был фрэш когда-то, но давно. Так, ну, свеженько, сладенько, приятненько. Да. Аромат оригинального «Батиста» раньше на волосах держался долго. А у разных других «Батистов» вишня, свежесть, что-то там еще. Аромат довольно быстро исчезает. Парфюм не перебивает, никаких проблем. Протестирую. Надеюсь, с этим сухим шампунем все хорошо. Ну а теперь давайте перейдем к уходу за телом. Начнем с гелей для душа. Я взяла три геля на три месяца. И ни один из этих гелей подушки я и ранее не тестировала. Будет мне очень интересно. Так, ну что, давайте вот с этого геля начнем. Это «Палмолив» линейка «Эссеншалс». Увлажнение с экстрактами сандалового дерева и лаванды. Я слышала от кого-то из девочек, что этот гель пахнет как будто бы сиренью. Ну, для той девушки-блогера он пахнет сиренью. Давайте узнаем, чем он пахнет для меня. Так. Нет, для меня это не сирень. Аромат чуть-чуть сладковатый. Такой немножечко-немножечко тяжеловатый в самом конце. Унисекс, я бы сказала. Интересный, но не зацепил меня абсолютно. Может быть, при контакте с водой он как-то раскроется. Но из упаковки ничего сверхособенного. Как будто бы просто кусковое мыло хорошее я нюхаю. 250 мл объем этой упаковки. В фикс-прайсе когда-то такой гель стоил 99 рублей. Как можно было не приобрести. Второй гель тоже от этой же марки, из этой же линейки. Но он с экстрактами ежевики и орхидеи. Да, вот 149 рублей, прошу прощения. В фикс-прайсе по 149 их продавали. Ну-ка, что по одушке? Ой, здесь сладкая ягодная одушка с некоторой свежинкой. Да, вот этот аромат интереснее. Хотя чем-то где-то напоминает фрутеллу. Если он станет более сладким при контакте с водой, наверное, это мне не очень понравится. Смотрите, здесь, кстати, крышка перевернутая. Ее можно будет развернуть. Но очень странно, да, как-то. Все это было сделано. Ну да ладно. Так, третий гель у меня от Avon. Такой симпатичный, для некий Сенсис. Это гель с ароматом белого персика и ванильной орхидеи. И когда-то этот гель уже продавался в таких пузатеньких упаковках у Avon. Но он не был перламутровым у них. По-моему, он был просто кремовый. Я покупала, но, кажется, передарива или продала. Честно, я даже не помню, какая здесь отдушка. Из этой упаковки отдушку я не тестировала. Ну, давайте протестируем как раз. Да, персик. Приятно, неярко, парфюмировано. Интересненько. Да, мне отдушка очень понравилась. Я даже не знаю, какая мне больше нравится. Эта или вот эта. Наверное, все-таки вот эта. А душка мне нравится больше двух предыдущих. Так, ну а теперь давайте посмотрим на гель для душа от Ифрашей. Посмотрим, почему я его вывожу. Вообще изначально покупала для того, чтобы мыть им руки в ванной. Но планировала его еще немножечко в запасах подержать. Но мне вышло, не вышло. Вот, смотрите. Так, видно вам или нет на просвет. Да, какие-то хлопья. Давайте попробуем включить вспышку. Вдог что-то рассмотрим. Мы там с вами не со вспышкой толком ничего не рассмотреть. Да, бутылочка млекует. Так, как выключить-то вспышку? Кажется, я смучаюсь. Так, выключила, не выключила? Елки-палки, да выключись ты. Что я сделала сейчас? Ребята, простите. Простите, но у меня проблемы с техникой. Вот, фу, елки-палки. Выключила я вспышку. Давайте вот так на просвет смотреть вблизи. Вот, какая красота в кавычках у нас тут. Смотрите. Нельзя Ифрашей покупать и ставить в запасы. Купил, максимум полгодика подержал и использовал только так. И в таких бодейках, конечно, тоже тем, у кого много гелей для душа, покупать не стоит эту продукцию. Неизвестно, какой гель вот так себя поведет, а какой простоит до окончания срока годности. У меня есть еще один гель, который выходил вместе с этим, ягодный. Он пока что без всяких хлопьев. Он выглядит прилично. А этот как-то не аппетитно совершенно. Стал ли он более жидким? Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что стал. А он, по-моему, уже бессульфатный, да? Да, он уже на основе какомидопропилбетаина. Давайте протестируем аромат. Надеюсь, с ароматом-то все в порядке. Да, вроде в порядке, хотя непонятно. Непонятно. Ну-ка откручу-ка я колпачок. Да, вроде бы все в порядке. Аромат мне при затесте когда-то понравился. Сейчас вроде бы он такой же, но я давно тестировала. Ну ладно, как жидкое мыло уйдет. У меня как раз освободится скоро большая упаковка из-под геля для душа. с дозатором, и я туда перелью этот гель. Буду мыть им руки на месяц. Да, мне такой упаковки на месяц. Но за месяц я устану от этого аромата. Скорее всего, все-таки буду чередовать с другими. Хотя, если с ароматом все совсем плохо, то придется быстро-быстро-быстро все это смыливать. Ну, не выливать же. Все-таки не бюджетненько. Но я очень надеюсь, что хоть внешний вид товара потерян, его качества, пенящиеся, мылящиеся и ароматные, остались на месте. Теперь давайте перейдем к скрабам. Я очень хочу протестировать текстуру и отдушку вот этого скраба от Avon. Это линейка Farway. Такого скраба в российских каталогах никогда не было. Я не знаю почему, но в заграничных он мелькал. И этот скраб я случайно увидела на Вайлдберрис. Сколько он? 257 рублей стоил на момент покупки. Я взяла. Мне интересно. Наверное, никакой защиты нет. И на это не заморачиваться. Ну да. Никакой защиты. Так, что у нас тут? Смотрите. Я думала, он будет белый. А он прозрачный. С какими-то вкраплениями. По-моему, там кремний в составе. Так, ой, простите. Вот это я уехала. Скрабинки мелкие. Я их чувствую. Но скраб достаточно легкий. Что по одувке? Farway, но не ярко. И какая-то как будто бы травянистая нотка. Не совсем понятно, откуда она взялась. Но приятно. Слушайте, приятно. Так интересно. По-моему, он даже вспенивается. Или мне так кажется просто. Так, давайте быстренько посмотрим, что тут в составе может быть. А, здесь же содиум, лаурет, сульфат. То есть, это не только скраб, но еще как бы гель для душа. Что-то типа того. Хотя на упаковке написано скраб. Ну, точно, он будет пениться. Посмотрим, насколько ярко будет пахнуть. В целом, в целом, очень даже интересненько. Хотя на кинетический песок этот скраб не похож. Ну, либо я как-то не так себе представляю текстуру кинетического песка. Так, в ближайшее время обязательно, конечно же, протестирую. Мне очень интересно. Что касается второго скраба. Это скраб из Magnet Cosmetics. Их местная марка La Fresh. Ореховый шоколад. Сахарный, жесткий, классный скраб. С приятным, действительно, орехово-шоколадным ароматом. Никакой заглушки. Он, как вы видите, такой плотный. Его нужно рыхлить. Его нужно выковыривать. Он разлетается. Но он очень хорошо скрабирует. Пахнет классно. Ой, сразу захотелось какую-нибудь шоколадку съесть. А у меня в доме, как назло, нет ни одной шоколадки. Да, классно пахнет. Я уж не буду на себя этот скраб мазать. Потому что мне реально его толком не выковырить. Хотя ладно, чуть-чуть добыла. Вот видите, он такой рассыпчатый. Ну, у меня рука сухая. По влажной коже, конечно, его проще распределить. Он как-то цепляется чуть-чуть. Да, с сухой руки он сейчас будет ссыпаться. И все, я тут этим скрабом уделаю. Видите, тут такие частички. По-моему, это кофе как раз. Да, очень-очень деручий. Классный. Бюджетный. 200 рублей за 250 миллилитров. Я довольна этим скрабом была в свое время. Поэтому вот купила запас. И пришло время брать именно эту упаковочку. Я очень рада. Мне как раз нужен на данный момент жесткий скраб для живота и для бедер. Так, идем дальше. Следующее средство, которое я взяла, это лосьон для рук. Avon Senses Essence, лемонграсс и кокос. 250 миллилитров. Я пользуюсь сейчас таким лосьоном с лавандой и имбирем. Отдушка мне не нравится. Но качество самого продукта очень даже неплохое. Хороший лосьон, легкая текстура, хорошо распределяется, довольно быстро впитывается, не скатывается, пленки не оставляет, увлажняет. Все неплохо. Отдушка, ну да, не мое, ну что поделать. Да, вот эта отдушка мне в свое время понравилась. Так, давайте вот эту защиту не снимем. Да, и узнаем, здесь отдушка такая же, как в спрее. Или есть какая-то разница все-таки. Видите, легкая такая текстура. Хорошо распределяется. Расход довольно экономичный у этого средства. Ой, какой же классный аромат. Кокос и лимонграсс. И то, и другое сладкое. И то, и другое очень позитивное. Очень-очень приятное. Да, я рада, что когда-то приобрела это средство. Не отдельно приобретала в составе набора. Отдельно, конечно, не бюджетно, если я все правильно помню. Да, и отдельно, наверное, покупать не стану в дальнейшем. Но рада, что есть. Да, и что наконец-то идет в уход. Да, вот все распределилось. Кожа моя уложнена. И приятно пахнет. Так, следующее. Это тоже у нас Эйвон. Два спрейчика. Как раз на декабрь, перед Новым годом. Очень приятно будет такими воспользоваться. Ну и на январь тоже хватит. Так, это лимитки. Это еще линейка Нейчералс. Да, они достаточно старенькие. Но спиртовая продукция, что и спрашивается, сделается. Так. Сияющие феи. Сахарные сливы. Мне меньше всего нравится эта отдушка. Нет, она приятная. Но по сравнению со следующей, конечно, проигрывает. Сладко. Сливово. Да. Очень миленько. Ну, как еще описать этот аромат. Что касается второго спрея. Здесь сладкая цитрусовая искорка. Это цитрусы. Это ярко, бодряще. Классно. Просто супер отдушка. Позитивная. Жду не дождусь, когда приступлю к использованию. Именно этого спрея. Конечно же, буду чередовать с этим спреем. И, к сожалению, в моих запасах такого больше нет. Это очень-очень грустно. Потому что это круто. Так, давайте вот так поставим. Что у нас тут еще осталось? Антиперспирант от Горнье. Такой синенький. Девяносто шесть часов. Хорошо защищает. Такой зеленой полосочкой. Хорошо защищает. Но и тот, и другой. Имеют какую-то странную нотку. Я об этом говорила. И у меня периодически возникает такое ощущение, что я вспотела. И от меня уже неприятно пахнет. Хотя я не вспотела. И от меня не пахнет. Но если принюхаться, то все в порядке. А в шлейфе как будто бы вот что-то пошло не так. Надеюсь, здесь отдушка будет получше. Так. Без спирта, без парабенов. С минералом перлитом. Без белых следов. На самом деле эти антиперспиранты оставляют белые следы. Но если с ними только лишь переборщить. Так. Отдушка, ледяная свежесть. Куда бы мне эту отдушку нанести? Я вся уже чем-то допахнула. Так. Давайте вот сюда нанесем. Ну, эта отдушка поприятнее. Не скажу, что что-то тут ледяное. Но свежесть. Да, она действительно свежая. Хотя вот сейчас чуть-чуть она трансформировалась. Какая-то грубоватая стала. Ну, я полагаю, быстро испарится. Вот этот подтон. И вообще этот антиперспирант практически никак не будет ощущаться. Не будет конфликтовать с духами. Ну, и надеюсь, у меня не будет ощущения, что я неприятно пахну. Знаете, у меня пунктик. Меня пугает, что вдруг так случится. И действительно я вдруг забуду воспользоваться антиперспирантом. Выйду куда-нибудь в люди, вспотею или устану, или что-нибудь еще. И от меня начнет пахнуть. Это мой страшный сон, честно скажу. Но пока что я не забываю пользоваться антиперспирантом на выход. Так, ладно. Это офф-топ. Идем дальше. А дальше у нас по плану уход за руками и ногами. Так, давайте начнем с рук. Я взяла последний крем от марки Кафе Мини. Помните, два набора когда-то покупала. Ничем особо не впечатлилось. Особенно с крабами. Ну вот, подзадержался у меня крем время красоты. С нероли и маслом персика. 50 мл. Погуще нанесете, будет вечерний. Погуще нанесете, будет дневной. Я для дневного использования беру. Хотя, если вдруг что-то пойдет не так, то вполне можно и на вечер его будет оставить. Так, отдушка, насколько я помню, очень-то интересная. У этой алюминики. Текстура такая. Да, это просто крем. Это у них еще крем-маска была, я помню. Крем-маска поплотнее, крем полегче. Ну, такой нормальный по текстуре. Так, что подушки? Ой. Так, что у нас со сроками годности? Сентябрь 25-го. На данный момент у нас ноябрь 24-го. А отдушка уже затухла. Да. В общем, это, конечно, меня абсолютно не радует. Вот отдушка и так-то была не сильно интересная. А сейчас она как будто бы прогоркла чуть-чуть. И это очень печально, ребята, скажу я вам. Не на санцепиоке хранилась эта баночка. В каких-то неподобающих условиях, в темноте, в ящике. Ну, вы видели, где мои кремы хранятся. Никак я не ожидала, что этот крем так себя поведет. Ну, я, конечно, пару раз им воспользуюсь. Ну, если совсем все будет плохо, я, конечно, от него избавлюсь. Наверное, даже на пятки мазать не буду. Вот, видите, я чуть-чуть нанесла. Он уже впитался, увлажнил. Нет, это печально. Да, это очень печально. А еще печально, что я обе руки измазывала. И куда я, собственно, буду наносить вот этот-то крем? Вот, от кого? От фермы Лапиных из Абхазии. Крем с фейхуа. Увлажняющий крем-воск. В составе соевый воск, пчелиный, миндальное масло, масло ши. Так, куда я показываю-то вообще. Масло виноградной косточки, масло кокосовое, экстракт фейхуа и арома масла. Вот так вот. Давайте откроем. Подруга хвалила эти кремы, она и себе покупала. 50, да, кажется? Да, 50 здесь миллилитров. Так, ага, смотрите. Это крем-воск. Вот так вот он и выглядит. Вот так. Я думала, текстура будет не такая плотная. Ну-ка, ну-ка. Ух ты, е-мое, а как его доставать? А, он еще тает под пальцами. Видите, чуть-чуть как будто бы. У меня в квартире не жарко сейчас. И руки у меня, как обычно, холодные. Так, товарищи, как? Как это добыть? Пахнет фейхуа, кстати. Но не ярко. Может быть, надо вот так вот сделать? Ну, как-то вот так. Вы поняли, да, как я это сделала? Так, нанесу на запястье. Как это вообще можно использовать? Хотя под руками, конечно, это все тает. На кисти как это наносить? Нужно какую-то лопаточку завести для того, чтобы этот крем доставать. Какой у него срок годности после открытия, я не знаю. Какой у него вообще срок годности, тоже я без понятия. Такой информации нет на упаковке. Он маслянистый до конца, конечно же. Он не впитается, как бы я тут не развлекалась. Ну, конечно, будет питать. Подруге очень понравился. Она часто кремами пользуется. У нее сухая кожа. И руки тоже, в том числе, сухие. Так, на теле. Отдушка вроде бы приятная. Ну да, он такой плотный этот крем, слушайте. Честно. Я ожидала чего-то, видимо, другого. А это, да, крем-воск, как и написано на упаковке. Что написали, то внутрь и положили. Да. Ладно, протестирую в ближайшее время. Вам, конечно же, расскажу, приручила ли я этот крем. И какой от него эффект. Что касается ухода за ногами. Здесь средств побольше. Я взяла два скраба. Скраб-баловство от Avon с апельсином и корицей. Или нитка, которую через год примерно как-то так переиздает компания Avon. Вот в прошлом году как раз переиздали. В каталогах сейчас нет. Но я заказывала на Wildberries. Потом в магазинчике Avon тоже приобрела. Это вот на Wildberries. Да, 161 рубль. Или 191. Вот сама уже в собственных каракулях и разобраться не могу. Ну ладно. В общем, меньше 200 рублей. Одним словом. То есть дешевле, чем в каталоге. А там 259 рублей скрабы стоят. Такие лимитированные. Объем 75 миллилитров. Буду чередовать. Мне хватит надолго. Однушка приятная. Действительно апельсин и корица. Именно этот скраб, он не пенится. Он тоже с кремниевыми частичками. Такой жизнерадостно-оранжевый. Веселенький. Частички мелкие. Это полирование кожи. Или пенится. Слушайте, а он тоже пенится? Да, тут тоже есть какой-то пенообразователь, что ли. Заклеили. Заклеили состав. Теперь не могу разобрать, есть там пенообразователь или нет. Ну, в общем, ладно. Я его протестирую. Точно скажу, пенится или нет. Но на руке вы видите. Вот он вспенивается. Вообще, мне казалось, что именно этот скраб не пенящийся. Пахнет приятно, позитивно. Так, по-новогоднему. Все здорово. Все круто. Да, и таким я, естественно, пользовалась. Вот сколько лет он у Эйвона периодически продается. Столько лет я его покупала. Использовала. В этом году не знаю, будет какая-то лимитка или нет у Эйвона. Ну, если будет что-то оригинальное, придется приобретать. А так, что касается второго средства. Оно каждый раз по-разному называется. Сейчас это отшелушивающий крем для ног. Когда-то это было средство для смягчения огрубевшей кожи стоп. Возможно, когда-то еще какое-то иное название было. Но по факту это скраб в составе пемза. Достаточно такая жесткая пудра с курлупой грецкого ореха. Текстура плотненькая. Этот скраб, конечно, можно по-быстренькому нанести на ноги. Но он тогда даст просто полирование. Ну, чуть он более мощный в этом случае, чем предыдущий скраб. Вот если на почти сухие ноги нанести, да еще с ним повзаимодействовать минуты две-три, он будет подсыхать. Чистички будут становиться еще более жесткими. И это и полирование, и скрабирование, и массаж прекрасный. Знаете, вот верх стопы между пальчиками помассировать. Просто супер. Никакая терочка туда не проберется пемза. А такой скраб проберется. Это в целом в какой-то степени аналог биеленды. Но биеленды мне нравятся больше. Там текстура менее плотная. Да, и биеленды все-таки, мне кажется, чуть-чуть пожестче. Хотя это тоже не было в ствол. Вот так выглядит этот скраб. Пахнет он мятой, имеет охлаждающий эффект, хороший. Много лет знакома, с огромным удовольствием. Периодически подкупаю 149 рублей в каталоге. Периодически использую. И каждый раз рекомендую приобрести и тоже протестировать это средство. Почувствовать этот приятный массаж, эти ощущения. Ну и опять же подготовка к нанесению крема. Это тоже очень важно. Ваши ноги скажут вам спасибо. Также для ног я взяла кремы от белорусской марки Iris Cosmetic. Космитик. Наверное, так это произносится. Выбрала крем питательный для сухой кожи стоп. Интенсивный уход с маслом ши. 100 мл объем каждой упаковки. Давайте посмотрим, что нам пишет производитель. Так. Этот крем для интенсивного ухода. Масло кокоса оказывает эффективное питательное смягчающее и увлажняющее действие. Масло ши активно увлажняет и питает глубокие слои кожи, стимулирует обновление и регенерацию. Тонизирует, препятствует возникновению сухости и шелушения. Крем хорошо впитывается, подходит для ежедневного применения. Вот что у нас написано на упаковочке. Давайте откроем и посмотрим на текстуру. Так, здесь зафольгировано все у нас. Текстура явно не плотная. Вы это прекрасно видите. Такой, знаете, крем-гель. Я бы так выразилась. Крем-гель. Я не уверена, что он будет сильно питать, но внешность бывает обманчива. Отдушка интересная. Как будто бы сладкий-сладкий кокос не Рафаэлла, а, знаете, типа аналог Рафаэлла. Ну, куда больше сахара бухнули. Вот что-то такое. Ну, и кремовая основа тоже проскакивает. Так, распределяется этот крем хорошо. Ну, я его нанесла чуть-чуть на ноги, конечно, побольше. Ну, и, собственно, вот, пожалуйста, где крем. Нет крема. Никакой мысленистой пленки, ничего такого. Но это тестирование на руке. Уже в ближайшее время я возьму этот крем в уход. Буду пять дней в неделю им пользоваться. И две недели буду пользоваться кремом Солнат, который у меня еще не закончился. Но ежедневно Солнатом я пользоваться уже не могу. Небольшое раздражение появляется на коже. Но поэтому я решила его чередовать. Ну, там есть инструкция, я же вам рассказывала. Да, можно каждый день, а можно для профилактики. Так вот, он у меня будет профилактический, а этот на регулярной основе. Начну использовать уже на днях. И, естественно, в ролике об уходе на месяц я расскажу вам. Питательный этот крем. Или снова понаписали, а по факту ничего дельного туда нам не положили. Как бы мне это все так красиво поставить. А никак. Ладно. Ну, а теперь давайте перейдем к уходу за лицом. Я взяла в уход вот такую пенку с салициловой кислотой и цинком органия из фикс-прайса. 149 рублей. Такая пенка там стоила. Она меня заинтересовала, во-первых, тем, что она подходит для проблемной кожи, обладает противовоспалительным эффектом. И тем, что у нее есть вот такая щеточка. Подобными щеточками я пользоваться не люблю. И как-то мне это неинтересно. Но такая забавная конструкция. В общем, я не прошла мимо. Ну, и цена, в общем-то, невысока. Почему бы и не приобрести. Так. Это мягкое средство для ежедневного очищения кожи. Подходит для смывания макияжа, утоления естественных загрязнений и отшелушивания ороговевших клеток. Ну, видимо, за счет вот этой щеточки. Вряд ли за счет салициловой кислоты, которая на лице буквально 5 секунд. Так, давайте снимем вот эту вот фиговинку. Посмотрим на вот эту вот щеточку. Ну да, она силиконовая, но я не скажу, что она какая-то очень мягкая. Здесь, видите, не пупырышки, а такие вот пластинки. Ну, это по периметру, а внутри такие пальчики мягкие. Я, наверное, не буду пользоваться. Я полагаю, эту штуковину можно снять, да, эту щеточку, вот, пожалуйста, и пользоваться, как обычно, пенкой. И буду, да, очищать кожу после удаления макияжа. Так, ну давайте все-таки эту щеточку пока оставим. Посмотрим, как она действует, как все это работает. А, вот. Тут нажимается. Какой объем-то здесь? 150, да, 150. На три с половиной месяца такой упаковки должно хватить при регулярном применении. О, смотрите, как все это выглядит. Вот. Вот так разнесли и массируем. Слушайте, а не мягкая щетка вообще ни разу. Это не очищение, это какой-то массаж. Она не мягкая, она не деликатная. Каким-то кирпичом по руке вожу. Пенка сама, мне кажется, жидковата. А вы как считаете, да? Никакой особой муссовости, но я, может... Нет, нет. Та пенка, что у меня сейчас, она более плотная. Это какая-то жиденькая. Жиденькая пенка. А, кстати, что по одушке? Ой, слушайте, она еще пахнет странно. Она пахнет чем-то зеленым. Чем-то непонятным. Нет, терпимо. То есть, эта пенка не испортилась. Нет, с ней все в порядке. Просто у нее довольно странная одушка. Ну, собственно, и все. Ну, что ж. Возможно, я успею протестировать эту пенку перед следующим роликом. Ну, и вам расскажу, понравилась она мне или нет. Действительно ли она жидкая или просто так показалась. Так. Давайте закроем этот колпачок. Ставим его как-то обратно. Щетка мне не понравилась. Вот сразу говорю. Да, я ее сниму. Я ее использовать не буду. Она неудобная, неудачная. Хотя, может, попробовать на лицо. Так, ради эксперимента вам рассказать. В общем, я подумаю. Следующее средство. Вот такое вот симпатичное, корейское. Это гель очищающий от марки Джимелла, Джимелла. Не знаю, как правильно. В подружке покупала. Здесь расписаны ноты. То есть средство парфюмированное. Называется оно Мезон Суар, Вечерний дом. И здесь Амбра, Бабытанка и Ваниль. Ой, когда-то у меня был шампунь, да, от этой марки. Тоже красиво были перечислены ноты. Но пахло все не так уж и весело. Надеюсь, этот гель будет как-то действительно приятно, интересно пахнуть. Его объем 150 миллилитров. Много чего тут полезного. Пептиды, аминокислоты, гиалуроновая кислота. Еще там что-то. Давайте посмотрим, что нам на этикетке пишут. Ощутит ревесный аромат теплого домашнего вечера с гелем для умывания Джимелла. Средство обладает легкой гелевой консистенцией. Деликатно удаляет загрязнение остатки макияжа, не нарушая защитный барьер кожи. Насыщенная формула с кислотами. Здесь, кстати, тоже кислоты. Салициловая, сиариновая и лауриновая. И с экстрактами, сенталазиатское чайное дерево, амело, ламинария. Борется с несовершенствами, уменьшает нежелательную пигментацию, прекрасно выравнивает тон кожи. Вот так. Гель подарит вам невероятную свежесть по утрам. Подходит для очищения даже самой чувствительной кожи. Ладно, сколько можно тут все это рассматривать. Давайте открывать и смотреть, есть ли здесь какая-то защита. Так, судя по всему, она есть. Ну, в пленочку, да, все это было запаяно. Так, фольга. Плотненькая такая. Закрываем. У этой марки не только гели очищающие, но я помню, еще были пенки. Может, и до сих пор продаются. Я пенку брать не стала. Корейские пенки и мягкая вода, они не сочетаются никоим образом. Я очень надеюсь, что этот гель, он все-таки не такой мылкий, как корейские пенки. Ну, вот, протестирую, посмотрю. Давайте. Ну, смотрите, какой. Ну, какой плотненький гель. Не водичка. Я думала, придется переливать. Ну, нет, не придется. Такой он приятный. Прям на руке вспенивается, что по аромату. Так, я не поняла. Ну, есть ощущение, что от предыдущей пенки аромат на руке остался и фонит. Вот, я перенесла на другую руку, которая ничем не пахнет. Я на нее ничего ранее не наносила. То есть, как, наносила, но уже все смыла. Так, я не поняла, где амбра, где бобы тонка и ваниль. Где какой, простите, пожалуйста, древесный аромат теплого домашнего вечера. Куда они дели все это? Пахнет просто мылом. Слушайте, ну, серьезно. Просто мыло ничего больше. Может, при контакте с водой все эти прекрасные ноты откуда-то возьмутся и начнут как-то себя проявлять. Но пока что реально просто мыло. Знаете, такое вот без отдушки, которое тысячу лет лежало в запасах. У кого-нибудь уже выветрилось и ничем не пахнет. Что это такое? Обманули, обманули. Ну, за 100 рублей, ладно, обманывай. Пожалуйста, не то, чтобы не жалко, ну, не так обидно. А это средство, оно уж явно стоило больше 100 рублей. Ой, так, что-то сегодня не очень веселые. Выбирашки-то были. Некоторые средства совсем и не порадовали. Так, далее посмотрим на тоники. Но здесь отдушка, в принципе, не очень-то и важна на самом деле. Вот такие тоники я взяла. Каждый в большом объеме. Здесь 200, а здесь тоже 200. По 200 миллилитров. То есть, насколько... Где-то на два месяца. Каждой упаковке. Может, чуть побольше. Один тоник у меня от Avon с неоциномидом из линейки NU. По-моему, по фокусу покупала. Но, как обычно, здесь ничего толком не написано. Пробуждающий тоник для лица. Хорошо. Пробуждающий. А внутри, что у нас? Способ применения. Нанесите небольшое количество на ладони. Мягкими похлопывающими движениями распределите по коже лица и шеи. Позвольте кожа подсохнуть. Затем используйте увлажняющее средство. То есть, в понимании Avon, это не тоник, а тонер. Тонер. Давайте посмотрим, тонер, не тонер. Здесь даже такая заглушка с отверстием. Слушайте, какой это тонер? Ну, посмотрите. Тоник чистой воды. Водичка и водичка. Хотя, чуть-чуть мыслистая, как будто бы. Ну, пахнет никотиновой кислотой. Да, вот у кого были средства для волос, никотиновая кислота от Миролы или что-нибудь такое. Вот такой запах. Да, ну это нормальный запах для миоциномида. Я попробую, конечно, на ладошку, потом на лицо, но, скорее всего, буду на ватный диск наносить. С ватного диска ничего не убежит, а с ладошек. Ну, нужно же больше одной капли. Это действительно не тонер. Ну, Эйва намудрела что-то тут. Она расхлёбывала. Так, ладно. Что касается тоника от Эвелин. Тоник из линейки Beauty and Glow. У кого-то из блогеров таких с большим количеством подписчиков подсмотрела. Ну, естественно, захотела купить. Я люблю средства с гликолевой кислотой в холодное время года использовать. Здесь её как раз 5%. Тоник придаёт сияние, отшелушивает, разглаживает, уменьшает видимость пор и несовершенство, равнивает тон кожи. Здесь гликолевая кислота, гидролат французской розы, алоэ вера, морковь, капуста, кале и лимон. PH 3,5. То есть он кислый, кажется. Так, давайте заодно посмотрим сразу, что нам тут пишет ещё производитель. Тоник подходит для всех типов кожи, в том числе жирный, склонный к появлению несовершенств. Потом, что каждый компонент тут хорошего делает. Написано, что тоник не сушит. Смочи тоником ватный диск, аккуратно протри лицо, шею и декольте. Так, применяй 2-3 раза в неделю. Ой, слушайте, 2-3 раза в неделю. А если кожа жирная, то нужно ежедневно. Так, вот у меня жирная, поэтому я буду каждый день пользоваться. Так, что у нас тут? Ну, стандартная, в общем-то, упаковка. Я буду переливать этот тоник. Так, что подушке сладко. Лучше открутить упал эту крышку. Так, лучше слышно. Просто сладенько. Приятненько. Сладенько, приятненько. Надеюсь, эффективненько. Да, с удовольствием буду пользоваться. Я люблю тоники с кислотами от Эвелин. Такой, помните, я вам показывала маленький из гликолевой молочной кислоты 110 мл. Вот он просто шикарный. Если этот такой же, я буду очень рада. Здесь объем больше, а цена, по-моему, плюс-минус такая же. Далее речь пойдет о кремах для лица. Я взяла 2 крема. Один дневной, второй вечерний дневной. У меня будет вот этот вот крем от марки Профессор Скингут. Крем для проблемной кожи, также для жирной кожи с цинтеллой азиатской. В подружке когда-то покупала. Здесь в составе, смотрите, экстракт цинтеллы, витамин А, клевер красный, вишня, экстракты скваланги, алуроновая кислота. Невесомая легкая текстура, быстро впитывается, не оставляя липкого финиша. Я немножечко сомневаюсь, подойдет ли такая текстура на холодное время года, но надеюсь, что все-таки я смогу с ней подружиться. Плюс я же еще сыворотку под крем наношу, а сверху тональное средство, и все это припудривается. То есть защита для кожи должна быть от холода, от ветра. Ну, ладно. Разберемся. Так, что этот крем должен делать? Он корректирует несовершенство, способствует сокращению жирного блеска, помогает укрепить естественный барьер, выравнивает тон кожи, придает сияние, способствует уменьшению невидимых проявлений окна и увлажняет, успокаивает. Можно и утром, и вечером использовать. Ладно, давайте откроем, посмотрим. Невелик тюбик. Интересно, какой будет расход. Эту этикетку я... Слушайте, я ее оторву и выброшу. Ну, это позорище просто. Каждый раз подклеивать никаких нервов не хватит. Так, открываем. Ага, смотрите. Я думала, будет носик длинный и узкий, но нет. Так. Тестирую. Крем-гель, но такой довольно плотненький, смотрите. Что подушки? Он чем-то пахнет, но не ярко. Что-то чуть-чуть сладковато-зеленое проскакивает. Но не ярко. Раздражать не будет. Я не могу назвать эту текстуру какой-то очень легкой. Впитывается действительно довольно быстро. Ну, я чуть-чуть нанесла, вы же видели. Липкость пока что есть, но она, вероятно, пропадет. Для проблемной кожи, значит, будет мотировать. Но не стягивал бы этот крем кожу. Чего я опасаюсь. Но думаю, все-таки нормально. Если вдруг что-то пойдет не так, я оставлю этот крем на более теплое время года, возьму другой. Всего и делов. А срок годности после открытия здесь... Ой, нет. Не получится. Срок годности после открытия всего лишь 3 месяца. Ну, ладно. Ладно. Надеюсь, все-таки как-нибудь подружусь с этой текстурой. Ну, что я наговариваю раньше времени. Вдруг все будет хорошо. Так, что касается второго крема. Это марка Грейс Дей крема. Опять же, сцентеллы. У меня все сцентеллы. Обалдеть. Так, он отбеливающий. И против морщин. Слушайте, я даже не хочу читать то, что здесь написано. Потому что, разумеется, ничего из обещанного этот крем не выполнит. Так, что тут у нас. Крем. Это незаменимый помощник в борьбе против различных проблем кожи. Обезвоженность, шелушение, несовершенство, сухость, покраснение. В составе, кстати, мадекасасид, экстракт алоэ вера. Так, оздоровление, восстановление, регенерация, успокаивающий эффект, антиоксидантное действие, увлажнение. Также неоцинамид, который придает сияние, борется с гиперпигментацией. При ежедневном использовании внешний вид кожи заметно улучшается. Пол лица становится ровным, исчезает покраснение, уменьшается видимость сосудов. Несовершенство проходит заметно быстрее. Пропадает чувство сухости и стянутости. Тон кожи выравнивает этот крем или нет, я не узнаю. Потому что у меня в ходу кислоты, они с этим прекрасно справляются. Давайте хотя бы узнаем, какая тут текстура. Какой этот крем по ощущениям, по отдушке. Здесь все закрыто. Видите, текстура чуть-чуть другая, нежели у предыдущего. Такая немножечко бальзамная, как будто бы. Как гелево-бальзамная. Пахнет какими-то травками. Очень приятно. Такая зеленая трава. Не свежескошенная. Целая охапка. Знаете, капушка. Вот капушки так пахнут, пока не высохнут. По ощущениям, более питательный этот крем. То есть на ночь он должен подойти. Да. Я так полагаю, что он мне подойдет. Жирности какой-то нет. Небольшая липкость. Но это корейский крем. Такое вполне вероятно. Видите, есть разница. Мне кажется, вот эта рука более заматированная. Правильно, что я этот крем взяла на вечер. Хотя и как дневной, я думаю, он тоже мне подойдет. Я очень надеюсь, что эти кремы не вызовут у меня никаких проблем, раздражений, несовершенных закупорок и пор. Мне не придется переводить их на пятки или на зону декольте. И все с ними будет хорошо. Я очень-очень на это рассчитываю. Ну и последнее, что мы будем с вами рассматривать в этом видео, это маски для лица глиняные. Давайте начнем вот с этой большой маски от марки Планета Органика. Маска для проблемной кожи лица с эвкалиптом, с чайным деревом, с лимоном и активным цинком. 100 мл объема хватит. Мне этой маски очень надолго. Я так полагаю, на месяцев 8. Год после открытия в эти сроки я уложусь. Что делает эта маска? Глубоко очищает кожу, делает ее матовой и свежей. Держать эту маску нужно... Где это написано? 10-15 минут наносить на сухую чистую кожу лица. По хорошему отзыву купила вместе с маской Антигравити, которая у меня недавно закончилась. В общем, Антигравити не впечатлила. Может быть, эта маска мне впечатлит. Интересно, будет она на коже схватываться или не будет. Такая она зелененькая, плотненькая. Должна распределяться без проплешин, мне кажется. Все время уезжаю из кадра. Пахнет интересно, необычно, ярко. Чем непонятно, но забавно. Забавно, хотя на любителя. Ну, в общем, такая вот маска. Буду в душе использовать, как и все глиняные маски. Посмотрим, как она будет себя вести. Схватится, не схватится. Очистит поры, не очистит. Сузит, не сузит. Что там будет с темными точками. И что там будет с моими несовершенствами. И как она будет смываться, мне тоже очень интересно. Просто водичка или нужно будет брать спонжик. Так, я тут вовсю вам рассказываю про глиняную маску от Клэр Скин. И оказывается, что я не включила камеру. Представляете, это ж позорище для блогера. Камеру забыла включить. Так, ладно, по второму разу. Маска от Клэр Скин. Розовая глиняная для проблемной кожи держать нужно на лице 4 минуты. Больше на этой упаковке толком ничего не написано. Использовать 2-3 раза в неделю. И избегать попадания в глаза. Покупала по фокусу. Она не самая бюджетная. Но мне захотелось ее приобрести. Вот я уже нанесла эту маску. Она такая плотненькая. Как вы видите, распределяется опять же без проплешин. Очень такого приятного розового цвета. Отдушку, кстати, еще не успела протестировать. Отдушка, как у всей линейки Клэр Скин. Кто пользовался, тот понимает. Плюс-минус у них одна отдушка в этой линейке. Да, отдушка в целом приятная, не яркая. Мне почему-то кажется, что эта маска будет схватываться. А может быть не будет. Протестирую. Но не в душе буду использовать. А в те дни, когда мне хочется днем сделать глиняную маску. Потом нанести тканевую маску. Поваляться. А не сразу всю себя масками намазать. Залезть в душ. Проскрабироваться. Вылезти, смыть маску. Как бы два в одну. Получается. Когда такой спа-ритуал с тканевыми масками. Тогда эту буду использовать. Не часто. Уж всякое. Не два-три раза в неделю. Реже, конечно же. Но все-таки буду эти маски. Не то, чтобы чередовать. Но постараюсь, чтобы они как-то параллельно мною расходовались. Надеюсь, получится. Главное, чтобы они не застоялись на год у меня в уходе. А то других-то масок тоже хватает. До них-то руки все никак не доходят. Ну да ладно. В общем, вот. Я тут болтаю и жду, что с моей рукой произойдет. То я чувствую охлаждающий эффект. Такой, кстати, довольно существенный. Тонизирование, наверное. Да, так будет проявляться. Вроде эта маска не схватывается. Ладно. Дальше ждать не будем. Пойду эту маску смою и продолжу. Ну вот такие выбирашки были сегодня. Что-то меня порадовало, что-то разочаровало. Ну, по первому впечатлению, многие средства в ближайшее время я протестирую. И очень надеюсь, что они нормально и адекватно будут себя вести. Я не буду их ругать в видео об уходе на месяц. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за то, что вы этот ролик посмотрели. Всем пока.